Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у меня в гостях Мирослава и Полина Бонд. Я думаю, что вы их знаете, это наши ростовские блогеры. Мира уехала, правда, в Москву, но вот она приехала... Я ростовчанка всё равно. Ростовчанка в душе, да. Ну и Полину, вы знаете, мы уже снимали с ней совместные видео. Сегодня интересная идея для видео. Полина подала идею, она проходила тренинги, говорит, давайте что-то такое с вами снимем. И каждая из нас высказывает о нас. Короче, именно в этом видео Мира будет обо мне говорить. Там пять хороших качеств и пять плохих качеств, которые она видит, насколько она меня знает. И Полина тоже самое. Пять хороших, пять плохих. И мы ещё снимаем совместные видео, мы говорим про каждую из нас. То есть у Полины говорят о ней Мира и я, а у Миры говорит Полина и я о мире. Поняли, да? Очень всё сложно запущено. Но главное, всё очень интересно, на самом деле, да. Не смотрите, что может быть в их видео я немного скромная, так как я не хозяйка канала, а здесь я сейчас могу разгуляться. Идея была моя. Власть твоих рук. Да, идея моя. Ну, значит, монтажа. Идея была Мира. А почему мне кто-то сказал в этом, в общем, чате? Просто Полинка мне стала, я говорила, Полина мне стала задавать вопросы, я говорю, давай будем ролик снимать. У Полины был опыт, а идея про ролик была у Миры. Всё, держи. Не просто говорить, а поговорить на канале. Да. Но кто, девочки, первый начнёт меня хейтить или наоборот ласкать? Мэм. О, ты в любовь пришла со мной. Вот мой мой самый лучший матчик. Ласкать пришёл. А первое, ты лёгкая в общении и можешь посмеяться над собой. Мне кажется, это очень такая классная черта, особенно в дружбе, когда ты не боишься какую-то, знаете, колкость сказать. Потому что человек, он над собой сам посмеётся даже, вообще, не знаю, ну как-то легко прям с тобой в этом плане. Согласна. Второе плюс, ты открытая, готова к переменам. Например, в образе жизни, там легко переехала, даже поменяла там дом, стиль готова поменять. То есть, ты как бы... Друзей. Ты не цепляешься за прошлое, ты легко меняешь свою жизнь вокруг себя и, в принципе, ну, лёгкая вот, во всём, во всём. Да, согласна. Третье, у тебя железная сила воли. Например, тебе там нужно переехать, заработать, накопить, сесть на диету, похудеть. То есть, ты за что вот возьмёшься, тебя ничто не сломит. У тебя будет вокруг есть у тебя бургер, и ты будешь сидеть на своей диете. Но если я этого хочу, то да. Вот ты такая, то есть, ну, мне, например, иногда сложно сопротивляться. То есть, я такая, типа, ну, чуть-чуть, да, можно. Четвёртое, ты не бросаешь человека до конца. Будешь всегда его поддерживать, прощать, принимать, пока вот уже со всеми накопится, или пока сам он тебя не покинет в твоей жизни. Ну, просто я помню твоей жизненной истории, когда ты мне рассказывала, что ты вот до последнего боролась за отношения с человеком, даже несмотря на то, что это уже всё как бы шло к плохому только, но ты вот всё равно, ну, то есть, ты вот с людьми, вот если дружишь, если ты в отношениях, то ты прям вот готова многое принимать. Поправлю здесь момент, я не готова на самом деле много принимать, я, наоборот, очень выборочно и требую от друзей, мне кажется, достаточно много, но просто жёстко. И выбираю себе людей таких, я просто не замечаю. У меня нет такого, что я общаюсь с человеком, я прям терплю, принимаю, мне реально всё подходит, всё устраивает. Просто есть границы, если в один момент их перейти, то да, вот, я сразу порву. Это сразу, да, выстраиваешь границы? Они само собой выстраиваются. Обычно я обращаю внимание на таких людей, у которых примерно такие же границы, как у меня. Либо у них границы шире, но они меня не напрягают. Можно? Так, и последний пункт. Ты самоуверенная, несмотря ни на что, ты всегда остаёшься на своей волне. Кто бы что ни сказал, там, может, что ты там одета как-то не так, или там сделала что-то не так. Если тебе нравится, ты будешь это делать. Да. Тебе всё равно. Но оно иногда откладывается, на самом деле. Я заметила вообще, что меня хейтят, когда говорят, что я неправильно что-то говорю или ещё что-то. Я даже где-то признавалась во влоге, что, да, я, бывает, блокирую даже людей, которые мне там говорят, опять ты там цепочка, а не цепочка, или там крышечка, а не крышечка. Но на самом деле я все эти слова помню. Всё такое говорят, да? Да, всё пишут, поправляют меня словами, и да, что я там ношу, не ношу. А мне нравится, когда я говорю, да, спасибо, я их буду знать. Ты знаешь, для меня это просто момент немного, когда, допустим, в видео идёт какая-то идея, когда я там всю свою душу вную и отдаю, да? А человек концентрируется только на... Наши, да, да, да. Ну да, 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 ну ты сегодня не слушал, на самом деле. И как бы, что, это самое главное, что ты вынес из видео, я знаю. Да, 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 это я понимаю, да. Крышечка, а не крышечка, наоборот. Ну, в общем, но на самом деле это всё равно идёт каким-то плюсом, я знаю, что это откладывается у меня в голове, и я начинаю за этим следить. Я белая, слушайте, если бы у меня сейчас были чёрные волосы, я бы была бы похожа из семейки Адамс на ту маму. Да, точно, точно. Сжимелица. Мартиша. Да. А мне, кстати, она очень нравится. Мне тоже классная такая. Ну, теперь к самому интересному, да? По бахете много, что Полина видит во мне? Минусы. Я вообще в себе минусов не вижу, поэтому я буду сейчас искренне удивлена. Первый минус, который я выписала, он самый такой жёсткозвучающий, но я его прямо вот самый первый подметила. Я не знаю, можно поговорить на канале? Нет, конечно. Всё, переходим к миру, да, плюсы твои. На этом видео закончилось. Это классно, что на минусы. Ну давай, говори, ладно. Я считаю, что ты отрастила себе яйца. Ты слишком много берёшь на себя, слишком много мужских вот этих вот функций, я бы так назвала. Да, может быть, это я так вижу, может, на самом деле не так. По твоим словам, вроде бы это не так, но мне кажется, что да, ты вот, знаешь, ты не дождёшься мужской помощи, ты сделаешь сама, хотя вполне могла бы. Вот я помню, ты говорила, завтра бы брат пришёл, постелил Линолю. Нет, я сегодня вот сама и всё тут. И ты вот, знаешь, я и баба, я и бык, я вот сама сделала и всё. Честно, может быть, это со стороны может для кого-то казаться минусом, но меня это удовлетворяет. То есть у меня есть помощники вокруг, которые всё сделают, но если у меня нетерпячка, это моя проблема, нетерпячка. Может быть, вот это минус, да, что я не могу терпеть, у меня нет терпения, я хочу сейчас. И если я в силах это сама сделать, мне это и интересно, и нормально. То есть я не страдаю от своих яиц, если они отрастили, они мне не мешают. Отрастились, они мне не мешают, правда. Вот, а что касается мужчины моего, я выбрала такого мужчину, которому не кайф, когда его женщина там что-то делает. Я делаю в своё удовольствие, и главное, чтобы мне никто не мешал. Мне надо и всё тут, это тоже у меня один из минусов для тебя выписанный. Это в какой-то степени эгоизм, то, что вот мне надо и всё тут. То есть вот ты захотела сегодня, не помог мне сегодня, а я вот сама. И всё, вот тебе надо, и ты это сделала, и несмотря ни на что. То есть, ну ты такая вот прям вот. Всё, какие-то минусы или не минусы? Вот что с миром было, вот это понимаешь, каждый минус в плюс на самом деле. Ну, кто как видит, я же говорю. А у меня нормальные были минусы, Полина? Мы же выписываем. У тебя, да, нормально. Минус так минус, так по-жёсткому. Прошлась мира. Да. А Полина, она когда... А такое ощущение, что ты берёшь плюс, короче, такая, думаешь, как ты из него минус сделала, и ты такая сделала. Ну, сделала. И чё, ну да, не терпячка и сама. У меня же претензий никому нет, и я не страдаю. Так я никто не говорю, что тебе должно это мешать по жизни. Это как бы, ну, грубо говоря, такие шаблонные, наверное, взгляды. А кому минус? Почему минус? Именно вот женских качеств. Ну, я так считаю, не знаю. Мне кажется, что это не самая хорошая женская черта. Ну, я так считаю. Вот напишите, что думаете по этому поводу. Вот я не согласна. Так, пока ты об одних... Ты вот сказала, это минус, но это плюс. Так, вы слышали, что она сказала? Ну-ка, повтори. Не умеешь воспринимать критику. Как сейчас, да? То есть я говорю, да ты не критикующий меня. Ты всё в оправдании находишься. Ты плюсы говоришь. Ты не слушаешь в плане того, что, ну, не задумываешься над моими словами, как минусами. Ты такая, да нет, это так, это так, это так. Ну, то есть ты всё оправдываешь. Ну, может быть, это не так? Ну, просто ты минусы не сказала. Давай пожёстче что-нибудь есть там? Не знаю. Ну, реально, ты просто гладишь меня по головке. Ну, хорошо. Следующий пункт. Она меня любит. Спыльчивая, сбалмошная, тебе не хватает женской мягкости и спокойствия. Это проявляется в том, что ты порой такая хихихаха. Ну, вот как ты сама сказала, немножечко ты пацанка. Мы только женские же черты называем, поэтому я это писала. Мне кажется, что больше в женщине должно быть именно вот такой вот какой-то мягкости, спокойствия, какой-то вот уравновешенности. А в тебе больше такого задора, какого-то весёлости. Это круто для друзей, но, возможно, не круто, как для женщины с мужчиной. Ну, на мой взгляд. Например, вот я говорила на своём канале, тестостероновый. И есть мужчины, которые воспринимают только таких женщин. Как думаешь, это тестостероновая женщина? Нет, ты не тестостероновая женщина. И для них это вот, ну, прям, очень крутой тип женщин. Ну, все разные. Понятное дело. Я просто, да, я понимаю, но женщина в целом, она не для всех должна быть женственная, нежная, ласковая, кошечка. Нет, я же не знаю, какая она в отношении с мужчиной. Ну, понятно. Может быть, с мужчиной она именно такая. Ну, вот как я чужу это со стороны и... Не убей, пожалуйста, миру. Я не знаю, относится ли это туда, но у меня мой мужчина частенько называют сухарём. Сухарём? Сухать, да. А в чём это проявляется? А наоборот, не весёлая с ним? Нет, не весёлая. А то, что я вот, ну, там, про любовь, вот эта мягкость, нежность, я не так много ему даю, как надо. Я считаю, что даю столько, сколько нужно. А, значит, я попала немножечко. Но вот иногда, когда там какие-то хочет нежности, я сухать, например. А я там чем-то занята или ещё что-то, ещё что-то. Он ждёт вот чего-то. Деловая женщина. Да, я говорю, я деловая женщина. Я помню. Да, я деловая женщина. Ты мне сегодня не позвонила даже. А я вот тут монтирую, я вот тут встретилась, у меня тут съёмка, у меня тут туда-сюда, мы уже бежим, мы уже торопимся, всё, давай. У тебя даже время нет. Нет, потом. Может быть, если это можно отнестись, вот, как ты там говорила? Не хватает женской мягкости. Вот женской мягкости. Но я ему говорю, Зая, на расстоянии, как бы, вот, тут, как бы, дела, там, все дела, короче. Вот когда будем жить вместе, ты, да, увидишь, какая я, я знаю, какая я могу быть, поэтому могу себе позволить немного жёсткость ещё. Это моё оправдание. Можно не оправдываться, можно просто слушать. Нет, я буду оправдываться. Как так. Так, и последний пункт. Ты легко внушаемая. Тебе можно навешать лапшу, и ты очень быстро на это всё согласишься. Это касается, например, каких-то там, ну, вот, например, ты прошла там стилистические курсы, и ты сразу полностью восприняла то, что тебе сказал человек. Мне кажется, даже ты иногда не анализируешь то, что ты воспринимаешь информацию, то есть ты сразу бому за головой. Когда вот мы были на вебинаре, например, вот, Зубаревой, да, ты сразу вникла прям всё, вот всё, ты не изучила ничего, ты прям сразу вот полностью от и до и туда вникла. Когда тебе, ты проходила марафон там по похудению, ты тоже не вникла, не учла, сразу вот просто слепо следовала правилам той девушки. Ты вот прям вот от и до и воспринимаешь, как говорит этот человек. Ну, то есть тебе легко вот, ты легко внушла. Можно в самооправдание что-нибудь сказать? Досколько. На самом деле ты сейчас назвала вот как раз таких людей, с которыми мне очень повезло, и самое интересное, что я вижу просто, с какими людьми мне очень везёт, я их чувствую. Я, бывает, порой недосконально изучаю, потому что у меня очень хорошо работает интуиция, и я ей доверяю. Если с первого раза человек, и моя интуиция как бы говорит «да», всё супер, он главный, ну, то есть моя интуиция, она замечает больше, чем я, ей просто доверяю, и тогда не вникаю, почему она мне говорит «да». Что касается Зубаревой, Блиновской марафон, там, желаний, да, я просто вижу, что человек говорит, как он говорит, да, то есть со всех сторон наблюдаю это, и мне даже не нужно анализировать. Всё самое лучшее, что есть в моей жизни, это благодаря моей интуиции, поэтому я ей доверяю. И я не скажу так, что в омут с головой, я ведь ничего не теряю, ни денег, ну, как бы, я могу согласиться с тем, что я внушаемая, но не с теми вот моментами, которые ты перечислила. Ну, я, к примеру, то, что у нас было совместно, то, что я вот помню, а может быть, других моментов. Я внушаема своими друзьями, вот, а я очень сильно прикипаю к своим друзьям, и если им что-то не нравится, то как-то оно, знаете, тихонько селится во мне, и мне как бы солидарно становлюсь с ними, что мне это тоже как бы не нравится, поддерживая своего друга, да, и, ну, я могу, да, терять так людей, и теряла так людей из-за того, что какой-то близкий мне человек рядом не очень нравится ему. То есть он мне начинает, человек указывает на эти минусы другого человека, да, и я начинаю на них тоже заостряться, начинаю о них думать, начинаю вместе обсуждать какие-то минусы, которых, может, даже и нету, да, а просто вот они там притянуты, там, может, за уши реально, без доказательств. И я могу, да, терять людей из-за этого. Вот это большой минус, мне это не нравится. Внушаемая своими близкими друзьями, они могут манипулировать. Так, ну, теперь самое объективное мнение. Вот так вот. Если хейтит, то хейтит. Сейчас я выпью, да, мне страшно, как она обхейтила Полину там. Полина чуть не плакала. Ну, это у кого, Полины, да? Ну, Полинку я хорошо знаю просто. Ну, тебя, нет, тебя я достаточно знаю, чтобы на эти минусы. Ну, давай. Из плюсов? Начнем с плюсов. Да. Мира говорит, что я купила самые вкусные вафли, они просто... Миренки напали и говорят, ты должна их посоветовать. Конечно. Вафли в пятерочке стоят 59 рублей. Просто прохожие там мимо своей девушки. Покажи, нет, давай вот так себе. Бедстала, типа. Да, там плохо так, вот, да. Мужчина мимо проходил просто и говорит, возьми вот эти итальянские маленькие, очень вкусные кофе. Он не мне говорил, а своей девушке. Я такая раз, глаз положила, принесла, а он девчонки счастливы. Я рада стараться. Я просто никогда такие вкусные кофе не ела. Правда? Вообще нет. Почаще заходи в пятерочку, а то ты все в азбуку вкусы добавляешь. Или куда-то там еще ходишь. Там такое не продают. Я никогда на рынок хожу. Там такое не продают. Только в пятерочке лапши. Ну, пока гордай. Или в огне тут дома. Я просто не ем те продукты, которые есть. Вот я в основном такое не кушаю. Везде мы такое не едим. Только в гости, да? Только в гости. Ну что, теперь я приступаю к селенным плюсикам. Ну, с плюсами, наверное, легко, да? У меня их много. Мне очень нравится то, что селенная веселая. Вот не в каждом человеке есть такая вот веселость. Искренне при этом. Ну, это потрясающие качества. Всегда, когда тебя видишь, ты начинаешь что-то такое как-то, не знаю, вести себя. Вображаться. Да, я вображенка еще, да. Да, да. Ну, в любом случае поднимается настроение. Это классно. Ты озряешь людей позитивом. И даже если смотреть твой канал, и судя по комментариям, люди кайфуют от того, что ты такой позитивчик. Это очень классное качество. Согласна. Не такая, как я, строгоц. Это то, что иногда выображаешь. Я так замечаю. Ну, понятно, я же без этого никуда. Но у тебя это просто всегда. Вот понимаешь, сколько я тебя знаю, сколько я тебя вижу, ты в основном такая. Ну да. Следующее качество. Не только на камеру, чтобы понимать. Ну да? Да. Следующее качество положительное. Ты, по-моему, говорила, да, об этом? Да, Полина, да. Ну вот, ты когда как раз говорила, я подумала о том, что это вот к тебе это больше свойственно, чем к Полине. Следующее положительное твое качество. Ты девочка со стержнем. Девочка. Девушка. Как она это сказала? Ты, у тебя есть стержень внутренний. Это чувствуется. В том, что ты можешь выстраивать границы. Опять же, это такой очень показательный момент. В том, что ты что-то для себя приемлишь, что-то не приемлишь. Ты никогда не будешь терпеть, например, если тебе что-то не понравится. Так, следующее твое положительное качество. Четвёртое, да? Да, четвёртое. Ну ты женственная. Вот я тебя нахожу женственной девушкой. Ты вся такая кокетка. Ты можешь так преподнести себя интересно. Манерная. Вот, это тоже к тебе относится. С хорошей именно стороны. Бывает ты гипертрофированная манерность, а у тебя всё такое, ну как бы на лайте. Приятно, что именно Мира об этом говорит. Почему? Ну не знаю, мне кажется, что ты такая леди женственность, да? И если женственная девушка говорит, что в тебе есть женственность, манерность. Да, причём, знаешь, я вот когда первый раз тебя увидела, ты тогда была, у тебя такие, у вас с Кристиной были косички. Да. Вот, и у тебя был очень такой эксцентричный образ, но при этом, при всём, ты вела себя весьма женственно. То есть, ну, я считаю, что женственность это не то, как человек выглядит, а то, как человек себя преподносит, несёт, что у тебя внутри. Как ты говоришь, ну, у тебя даже голос такой. Я понравилась тебе, когда мы встретились. Да, ты мне понравилась. Ну, ты мне показалась очень такой эксцентричной особой, необычной, запоминающейся. Ну, то есть, если ты будешь идти среди толпы, я бы точно на тебя обратила бы внимание. Да, класс. Ну, вот, кстати, вот эксцентричность, опять же, присуща тебе, твоему каналу, твоим темам на канале. Ну, то есть, я, например, такого бы не смогла записывать, для меня всё это чуждое. Например? Ну, то, как ты, я не знаю, там, красила волосы, какую-то краску непонятную, там, ну, тот же самый Алиэкспресс или что-то, там, потом, фикс прайс. Писи им стоя, там, да, да, фикс прайс. Я вообще фикс прайс первый раз с тебя, Соня, зашла, и она меня повела, то есть, я, не была в нём, даже не знаю, что там можно купить. Там столько всего мира, смотри больше мои ролики. У тебя тоже в доме появится фикс прайс. Дешевый, сердитый. Можем перейти к самому интересному, к минусу? Нет, давайте я ещё плюс скажу. Я тебя нахожу красивой девушкой. Мы же говорим о женских, Катя, ну, Полинку тоже, да, вот вы для меня красивой девушки. Зеленоглазая. Ты тоже красивая, Полинка. Ой, Полина, у меня. Полина, я не знаю. Полинка. Красавец. А, вот ещё плюс. Ты не боишься перемен. Ну, согласитесь, это очень круто. Ты можешь сегодня быть с розовыми волосами, завтра быть с белыми, послезавтра с косичками. Это классно, что ты вот вся такая за эксперименты, опять же, необычные образы, необычные образы вот во всём. Отрицательные качества? Да. На что я обратила внимание, опять же, вот после первой нашей встречи, ты, твоё вот мнение, как правило, ты его ставишь, ну, вот оно должно быть во главе всего. Ты весьма эгоистичный человек. В чём твой проявляется эгоизм? Ну, так как мы с тобой не очень близки, и я понимала, что сегодня нас ждёт этот ролик, я немножечко посмотрела твой канал. Вот. А ты этого не смотрела, да? Нет. Нет, ну, я иногда видела какие-то ролики, но мне дело в том, что не совсем близок твой формат, потому что я не люблю фикс-прайс, я не люблю, когда там, ну, вот что-то такое делает, показывает. Вот, и мне интересно твоё мнение, поэтому, конечно, я могу посмотреть на вопрос-ответ, вот такие вот ролики, где есть ты, а не какие-то предметы посторонние, которые мне вообще не близки. Вот. С машиной я обратила внимание, когда у тебя, когда ты продала машину и стала ездить на машине, на машине мамы с ней, вот, но я даже не знаю, у тебя мама вообще была в курсе, что ты... Конечно, была. Была, да, то есть это было всё так. Ну, то есть я увидела, как будто маме твоей это очень не понравилось, и, типа, вот, Вселенная сделала так, как, опять же, она хочет, вот, забрала машину, но это, по крайней мере, вот, именно смотрелось так. Очень эгоистично с твоей стороны то, что, вот, смотри, я продала машину, но мне нужно на чём-то ездить, поэтому, мам, я возьму твою машину. Но это, на самом деле, да, это всё заблуждение, и мы с мамой тоже обсуждали вот это вот всё, и мама тоже смотрит это видео и говорит, ну, сейчас на неё хейт польётся. Иногда даже люди ведут себя как-то определённым образом, вроде бы, там, как бы, говоря что-то в видео, и не думают, что за это потом будет. Естественно, продала я машину с тем, что я сначала посоветовалась с мамой. Мам, как ты думаешь? Вот я хочу продать машину, но мне нужно будет какое-то время, чтобы приобрести новую, но без машины я не могу. Класс! Смотри, вот в моём представлении, когда взрослый человек идёт на такие вот обдуманные поступки, он точно не должен подключать других людей, посторонних. То есть это твой выбор, это твоё решение, ты на это пошла, и в этом не должны участвовать твои близкие какие-то люди и претерпевать какие-то неудобства. Ну, это вот в моём представлении. По крайней мере, я бы так не поступила по отношению к своему близкому человеку. Я захотела поменять, я захотела как-то, может быть, улучшить свою жизнь, но при этом никто не должен страдать. Если это машина другого человека, пусть он ездит на ней, а я решу свои проблемы сама. Я не буду перекладывать ответственностью на другого человека. Ну, теперь я хоть знаю, как для многих выглядит этот момент со стороны. Во-первых, это мама моя. С кем как ни с мамой могу какие-то моменты обсудить, и кто как ни мама может мне в первую очередь помочь. Если бы она ездила на своей машине с утра до вечера и была там суперводитель, то это одно. Конечно же, я, может, и не продавала бы свою машину, мы бы сначала придумали бы что-нибудь другое, либо подешевле купила бы. Были такие моменты. Но мы с ним говорили, мама тоже, потому что за то, чтобы скорее ремонт, например, решился у нас в короткие сроки, потому что ей комфортнее у меня находиться, да, там сидеть с внуком со своим. И она как бы вообще нацелена на то, чтобы у нас, у детей, у ее все было хорошо. Так как я вижу, что она особо не ездит за рулем, и я ей предложила, что, говорю, если тебе куда-то надо, то в первую очередь я тебя отвезу. Потому что порой, если ей куда-то надо ехать в центр, ей даже лучше, чтобы ее кто-нибудь отвез, потому что она не совсем уверена, себя вот так вот прям супер чувствует за рулем. И порой, когда мы куда-то ездим, там лучше, чтобы кто-нибудь отвез. И, конечно же, с ней я все это обговорила, она была готова. Я люблю свою маму и уважаю ее. Следующий момент это с тем, что у тебя одно время, я не знаю, как сейчас, по-моему, открыты, да, комментарии? Одно время были закрыты комментарии. Я помню, когда мы встречались, ты говорила, что тебе никак все это слушает, весь этот негатив, который льется. Потому что, понятное дело, есть конструктивная критика, есть деструктивная критика, есть критика на уровне, ну, просто какого-то полного там фейла, когда, ну, проходятся по самым близким, по самым родным. И опять же, во многом, почему ты так вот, по моему мнению, поступила, то, что ты не любишь вообще любую критику, в принципе, воспринимать критику как таковую. Поэтому можно вот это, ну, я считаю, это минус. Даже вот все минусы, которые мы называли сегодня, Полина называла, я называла, ты, ну, в такие некие штыки все это воспринимаешь, пусть ты это и объясняешь, но у тебя вот сразу там чуть-чуть настроение портится, ты как-то начинаешь по-другому вести себя. То есть тебя это так или иначе задевает. А критика это очень классная тема, чтобы расти. Расти прежде всего над самим собой. Пусть люди что угодно говорят. Если ты понимаешь, что ты делаешь правильно, тогда, ну, как бы и делай. Но другой момент, понимаешь, Селен, когда это бывает уже на уровне, типа, нет, я сама все знаю, я сама вот знаю, как мне жить, а вот вы нифига ничего не знаете. То есть вот это вот уже, знаешь, ну, как-то вот гипертрофированная форма. Это немножечко неправильно. То есть нужно все равно всегда прислушиваться к другому мнению. Понятное дело, там, люди могут что-то недопонимать. Но прислушиваться и сказать даже, окей, я вас услышала. В любом случае у тебя это останется где-то на подсознательном уровне, так или иначе. Это у всех людей остается. Но сам факт того, что ты это принимаешь, а не отталкиваешь, это уже говорит о многом. А ты поначалу, ты вообще не готова была читать любые комменты, гневные, негневные. Ну, не все же будут там ласково относиться и гладить по головке. Тем более у тебя контент, ты же понимаешь, ты сама говоришь, у тебя шок-контент. Ты изначально себя позиционируешь так. Поэтому то, что у тебя такие гневные комментарии, ну, это неплохо. Это наоборот круто. Ну, у меня, слава богу, гневных комментариев немного. Большинство у меня прекрасные девочки. Люблю вас. Ну, вот, кстати. Но есть некоторые личности. Но просто, на самом деле, правда, критику я не люблю. Никакую. Неконструктивную, нет. У меня есть люди к мнению, чьему я прислушиваюсь и знаю почему. Потому что эти люди умные, умнее меня, мудрее меня, больше опыта, больше имеют в чем-то. И таких людей я послушаю. Вот таких надо я всегда, кстати, слушать. И то. Только таких надо слушать. А вот у меня не так много в окружении таких людей, а тем более люди, которых я вообще не знаю. Вот на той стороне. Ну, это да. И когда говорят мне какие-то вещи, тем более, с которыми я не согласна. И еще это высказывается в какой-то такой... Знаешь, люди близкие, они как-то аккуратно тебе это говорят. Не просто, что ты там, ну, ты глупая дура, да. Нет, а вот здесь, знаешь, могла бы вот как-то так. Это же тоже важно. Конечно, конечно. Поэтому... Ну, а тебя это задевает? Вот тебя это задевает? Ну, окей, ну, человек так сказал. Ну, а почему тебя это должно задеть? Ну, ты же знаешь, например, кто-то и что. Да, ты знаешь, меня не задевали комментарии по поводу того, какая я там, никакая. Вот, ну, как бы прекрасная я это... Не то, что прекрасная. Я даже не сейчас вообще хейта очень мало удаляю. То, что касается, вот, да, либо под горячую руку попадут, то я могу и дура просто заблокировать. Хотя я такое оставляю, просто дура. Я больше закрыла комментарии, потому что их читали мои близкие. И вот порой было так, что Вселенная, там такое, там такое в комментариях. У меня сердце хватает. Думаю, сейчас, ну, всё, там просто проклинают, да. Я бегу, читаю, думаю, ну, не так всё плохо. А так часто и бывает. Как я хотела сказать, почему, например, я тоже стала со временем на своём канале удалять дневные комментарии, потому что есть ещё такое понятие, люди могут обижаться, могут не обижаться, но такой стадный рефлекс, когда люди что-то увидели, и они где-то, например, согласны были с моими речами. Вот, но заходят в комментарии, видят то, что огромное количество людей с этим не согласны, потому что, опять же, выйти из зоны комфорта гораздо сложнее, гораздо легче находиться в этой зоне комфорта. Поэтому что человек делает? А, ну всё, фух, слава богу, таких много, давайте как бы дальше будем обсирать. Ну, и при этом ничего в жизни не меняется. То есть, ну, вот тогда, да, в таком случае можно удалять, чтобы направлять людей на нормальное русло, то, что, ребят, ну, у нас тут как бы ролик вообще не об этом. И, скорее всего, люди во многом говорят именно о своих проблемах, о своих переживаниях, о своих каких-то негодованиях, но об этом не было ничего сказано в ролике. Вот в таком плане, да, ну, вот это удалять можно, но у тебя изначально вообще были отключены комментарии. Да, я их отключила, потому что мне надоело бегать, вот это смотреть, что пишут про сына и про мужа, вот. Ну, вот и вот из этого можно сделать вывод, что, наверное, на тот момент у тебя, ну, хоть я и считаю тебя женщиной со стержнем, но я бы могла бы... От девочки до женщины, мы же... Да, Карань, ну мы все женщины, сейчас чуть-чуть еще бабушка стала. Да, женщина, женщина. Женщина тоже. Вообще-то, как мне писали, что женщина, это лучше комплимент, да? Ну, ладно, и женщина. Понимаешь, это даже какой-то такой минус на уровне и плюсы. Женщина, ты во многом любишь хайп и... Ну, как, это неплохо. Я наоборот считаю, что это круто, то, что ты любишь хайп, но... Мне кажется, что ты иногда... Ну, она сама выводит на эмоции порой, вот такими роликами, такими вот вещами. Ну, да, иногда просто этого как-то против меня оборачивается. Очень странно. Я ожидала, думаю, поржемся, а тут меня жалили, говорят... Там странно не получить хейт и еще обидеться на него, потому что ты сама выводишь людей на эти эмоции. Вот я добро тоже как-то говорю, такие ролики, меня жутко ненавидят, потому что ты вот говоришь какие-то там вещи, казалось бы, обычные, но людям не нравится это. Потому что они не готовы это принять в себе. Да, они готовы принять и поменяются. И они, когда это слушают, они в шоке. В смысле ты об этом еще и в словах сказала? Да, да. Как ты могла вообще? Ну, да. Кстати, Наталья Халденко об этом говорит. Боже мой, она потрясающая психолог. Я ее обожаю. Надо бы послушать. Она великолепна. Она как раз эти вот вещи, все говорят, если вы хотите стать успешной, если вы хотите чего-то добиться, вы должны прежде всего воспринимать критику. И опять же критику успешных людей. Минус какой-то, да, еще надо сказать. Я тебя где-то считаю... Ну, опять же, это не какой-то минус, но такой немного фриковатый. Да, ты мне говорила. Да, я тебе об этом говорила. Первая встреча, что я фрик. Да, что... Ну, опять же, ну вот, да, я очень такой... Низкинный человек. Да, фрик ты. Вот, но, опять же, это круто. То есть у меня, например, есть в окружении, у меня кого только нет. И люди там с нетрадиционной ориентацией, и... Ну, вообще, вот, ну, совершенно разные. И фрики, и не фрики. И это классно. И вот это твоя фишка. Ну, и опять же, да, вот, ну, для кого-то, например, это будет минусом, то есть это вот какая-то необычная. Но я не могу, я же, вот, понимаешь, я не могу назвать это минусом. Но... Это особенность. Прик, да. В современном понимании это человек, отличающийся ярким, необычным, экстравагантным внешним видом и вызывающим поведением, а также обладающий неординарным мировоззрением в результате отказа от социальных стереотипов. Просто мне кажется, что я очень даже обычная девчонка. В жизни... Ну, как бы, да, я необычная своими каким-то харизмой, может быть, да. Ну, ты знаешь вот таких каналов, которые бы похожи были бы своим каналом. Это про ведение блога сейчас больше. Да, я считаю про ведение блога, да. Потому что в жизни я считаю, что ты более спокойная, более уравновешенная, более стандартная, чем ты на камере. На канале, да. На камере ты можешь покрасить зелёным волосы. Ну, да. Это нестандартно. То есть не каждый человек нам такое решится, в принципе, даже в жизни, а ты ещё и на камеру сделаешь. Это такое, знаешь, ну... Ну, я же говорю, это не минус, это вот, ну, как бы, это особенность. Особенность, да. Я просто больше минусов не могу найти. Напишите, девочки, кто бы назвал меня фриком. Мне интересно. Ну, я на самом деле... Фриком с хорошей стороны. Это наоборот кайф. Ты понимаешь, это твоя особенность. Нет, я не понимаю просто вообще, что кого можно назвать фриком, а кого нет. Потому что если это нестандартный человек, то я считаю, что, например, Мира тоже нестандартный человек. Ну, в чём-то может быть. И я думаю, можно ли её назвать фриком или нет. Я пытаюсь понять. Для меня фрик не обидный, потому что я знаю очень много крутых фриков. Те же Гага, та же... Вот. Это, как её зовут? Популярная у нас девочка, которая Сэл Джеймс сейчас встречается. Ивлеева. Ивлеева. Она тоже, мне кажется, фриковатая немного. И мне кайф от таких людей, я тащусь от них. Поэтому я ни в коем случае не воспринимаю это в минус. Да, это важно. Просто мне интересно, я люблю вот это поместировать. Ну, вот смотри, Селен, ты много знаешь каналов, похожих на твой канал? Где трэшат люди, что-нибудь экспериментируют, рассерятся? Ну, ты сама говоришь, где трэшат. Вот для меня фриковатость это где-то вот рядом с каким-то трэшем. Ты можешь круто экспериментировать с образами, тебе это самой нравится, ты кайфуешь. А вот именно на... Я подразумеваю слово фрик, чтобы все зрители поняли. Именно граничащие вот с каким-то таким трэшем. То, что в целом... Ну, как в общем, нестандартность. И свойственно, да, и вот опять же нестандартность, о которой и говорилось вот по поводу, что такое фрик. Да, я нестандартная, я люблю нестандартность. Нестандартность. Я не люблю шаблоны. А потом заказывается. А еще я могу сказать, да? Давай, еще и минус один. Да. Шестой? Ой! Тоже шестой? Это пятый. Вы меня любите, я чувствую. Ну, а что мы с тобой общаемся? Просто, кстати, сидишь с нами. В чем-то я замечаю в тебе какую-то надменность. Ну, например? Ну, я не могу привести пример, я просто это замечаю в тебе. В твоем, наверное, каком-то вот невербальном поведении. Надмен. Я ее просто чувствую. Вот она какая-то есть. Да и по отношению к себе ты чувствуешь? Надменность это немножко... Нет, по отношению к себе нет. В окружении. Вот когда мы, например, сидим с другими людьми. Да, да. Да, я не буду, не буду говорить. Но я это ощущаю, да. Такую легкую нотку, которая может быть для кого-то и неуловима, но я ее чувствую. Но с определенными людьми, да? Ну, со мной бы ты так не была. Это же, наверное, зависит от того, с кем я. Да, да. Но опять же, это же в тебе есть, это же тебе присуще. Просто, ну, например, вот Пылин, от Пылины я не чувствую с любым человеком такого. Вот. Поэтому я и говорю, что в тебе я это чувствую. Пусть это будет с какими-то определенными людьми, но это сам факт того, что ты есть. Это присуще тебе. Ну, для меня это стезя, честно говоря, вот высокомерие, надменность, она вообще не изученная. Я только недавно узнала, что во мне это есть, что на это надо обратить внимание, как это заметить. И для меня это вообще просто как корова на льду вообще. Просто я вообще не понимаю, о чем речь и в какой стороне двигаться. Вот. Но у меня главное есть, кто мне поможет в этом во всем. Ну, назови свои минусы. Свои минусы? Да. Один из минусов, которых, да, я заметила в последнее время, это то, что я вижу, и то, что мне мешает реально и может мешать даже другим. Это то, что я ведомая. То, что я со своими близкими людьми, я немножко начинаю путать берега, принимаю точку зрения другого человека, да, и могу и высказываться нелестно о других людях, и могу, в принципе, перестать общаться с ними. Вот. Подожди, а высказываться о других людях нелестно, потому что кто-то из твоих знакомых так высказывается? Да, в поддержку. Вот это мне очень не нравится, и с этим я сейчас пытаюсь работать, потому что я, в первую очередь, от этого страдаю, я могу терять очень интересных для меня людей. Да, зайка? Вот. И, ну, как бы, да. То есть, получается, у тебя что, нет своего мнения? И внушаемости? Нет, оно есть. Я просто очень... Те люди, которые со мной общаются, я очень их хочу поддержать, хочу быть на их стороне, как бы, да, и я вижу, что они радуются, когда я их поддерживаю, когда я тоже начинаю не любить кого-то, как они это делают, да. Ну, это же такая нездоровая листь. Пусть не так, ну, может быть, да. Я вижу, что это минус, это проблема. Я так не хочу, и... Ну, то есть, ты, знаешь, ты себя идеализируешь и своих, там, близких идеализируешь, и из-за этой идеализации ты идёшь наперекор даже, получается, своим каким-то взглядом. Держись. Потому что ты считаешь, что он настолько идеален, и он думает правильно, и я буду думать так же. Поддерживаю. Да. Идеализация. Ну, может быть, да. Ведомость. Вот эта ведомость с друзьями, да. Я уже не первый раз это замечаю, не с одним человеком, поэтому, короче, меня это напрягает. Но должно быть на всё своё мнение. Ты же вот говоришь, что вот у меня там есть своё мнение. Ты знаешь, оно как бы есть. Но иногда, когда я вижу, что люди... Как бы очень уверенно звучит. Им не нравится. Нет, оно есть, правда. Я его высказываю изначально, но когда я вижу, что люди, им неприятно, мой близкий человек, ему неприятно, он начинает со мной вести диалог и доказывать мне, что я не права, на самом деле, ты просто не видишь эти плохие качества в людях. Посмотри, вот, вот, вот. Всё это эмоционально. То это не сразу так, что раз, я услышала, и всё. Нет, это происходит на протяжении многих лет. Слушай, ну ты же можешь так же и анализировать всё это? Ты же не глупый человек. Но потом какой-то момент, знаешь, это немного пропадает, ты как будто теряешь какую-то ниточку и приходишь в себя только тогда, когда источник вот этого всего исчезает. То есть я начинаю понимать, что меня тянет вот туда, где как бы вроде плохо, но что-то мне там нравится. Как вакууме этого человека находится. Да, и я заметила, что не с одним человеком. Поэтому это большой минус. Вот лично для меня, что да. А ещё? Ещё, ну я не знаю, правда, минус это или нет, но да, я не люблю критику. Потому что я... Конечно, это минус. Я самоуверенная. Ну для меня как бы это не минус. У меня мама тоже не любит критику. И вот я, честно говоря, порой иногда думаю, мам, ну вот да, ты там вот можешь быть неправа. Ты знаешь, для меня важны качества. Никто от тебя не страдает, и ты сама не страдаешь от этого. Почему это должно быть плохо тогда? Ну не любит критику. Кто мы такие вообще, чтобы критиковать и что-либо говорить? Вообще. Во-первых, это не факт, что это может быть конструктивно. Ему кажется, что человек конструктивен. Он такой видит. Он видит то, что хочет видеть. То, что он замечает. То, что есть у него. Не факт, что это есть у меня. Простите, но я, на самом деле, себе очень много минусов знаю. Я могу прям миллионы говорить. Видишь, как мамочку я люблю? Она попросила выходные её не звать. Вот я с малышом провожу время. Ей дала выходные. Кстати, по поводу того, что как я критику воспринимаю, я почему ещё так отстаиваю свою точку зрения? Потому что у меня есть в окружении люди, их очень мало практически единицы, которые могут очень жёстко по мне пройтись. Но они это делают как раз таки в тот момент, когда они либо спросят, нужно ли мне это сейчас. Вот они заметили что-то и говорят, а можно тебе кое-что сказать? Мне кажется, это важно. Если я этому человеку доверяю, считаю, что его мнение мне важно, он реально может это сделать и увидеть то, что... Ну вот доверяю, да? То я этим людям разрешаю по мне проходиться и даже прошу, пожалуйста, пройдитесь, покажите, что вы видите. В видео, где ты говоришь, где ты говорила, например, я до какого-то периода в жизни жила исключительно для себя. Я не помню, где ты это говорила. Ты говорила то, что вот я вот... Надо найти этот ролик. Ты говорила так, что я жила исключительно, как мне хотелось. Вот я поступала, как я хочу. Может быть, да. Вот, да. И как бы, ну, когда человек живёт на протяжении многих лет, очень сложно, конечно, перестроиться, очень сложно поменяться. Сложно. Ну, это были прям конкретные щелчки в моей жизни. То есть это было так, что я помню даже один момент, когда я просто так неуважительно отнеслась там к одному человеку в компании. Я просто его так унизила, растоптала, поржала. То есть это было вообще... Это со стороны выглядело просто отвратительно. Настолько отвратительно, что я в тот момент не замечала. Но когда я прислушивалась к мнению человека, к мнению, которого мне важно, он указал на какие-то мои моменты. Я точно так же с ним спорила, но человек нашёл, потому что умный, мудрый, он знает, как показать тебе какие-то твои минусы. И ты поменялась. Я не то, что даже... Да, у меня в тот момент у меня просто вот так вот и всё, щёлкнуло. Мне стало так стыдно просто, я вспомнила всё, как я с людьми общаюсь. Я перед этим человеком десять тысяч раз извинилась, чуть ли не до слёз там обнялись. То есть если я плачу, да, и реально принимаю какие-то моменты, то это всё, это раз и навсегда. Это не так, что я тут в одной ситуации сделала, а потом буду то же самое. То есть я поменяла отношения ко всем сразу. Ну это здорово, какие-то эти перемены. Ну вот видишь, опять же, это вот классно, когда есть люди, которые могут это указать, указать, сказать. Это, блин, это очень круто. Поэтому могу критику. Просто важно, кто говорит. Надо ещё себя зарекомендовать. Как, как. Да, и как говори. Сегодня мы готовились, сегодня я готова. Без обид, без всякого. Даже вот как говорит сам Самойлов, когда вы просите эту критику, вы никогда не должны оправдываться. Вы просите критику не для того, чтобы вы оправдались и сказали, ой, ты сказал, что я корыстная, а на самом деле ты не так понял, я вот так, вот так, вот так делаю. И тебе показалось. Нет, это не для того делается. Это просится для того, чтобы просто послушать, проанализировать и понять, есть ли в тебе действительно черты, почему человек в тебе это увидел. как ты сделала так, что человек в тебе это заметил. Я вспомнила о своём минусе. Вот, начала говорить, я вспомнила. Если люди говорят о том, что я как-то вот училка или там веду себя вот так вот, типа пытаюсь всех научить, значит, это во мне проблема, то, что я не могу донести информацию так, чтобы она звучала совершенно иным образом. Не с поучительной стороны, а со стороны вот любви, потому что я действительно, ну, я хочу вот, я не знаю, у меня какая-то дикая вот идея, я понимаю, что мне нужно, по всей видимости, с большим процентом аудитории распрощаться, но я очень хочу, чтобы каждый человек, который меня смотрит, он был счастлив в жизни. Это мы закончили на том, что ты говорила, да, про что-то очень хорошее, сильное, классное, офигенное. Всё. Спасибо. Так, ну что, мои хорошие, будем заканчивать видео, потому что оно затянулось, да, и тоже тут сходит с ума, у меня видео последнее, блин. Вот. Что я могу вам сказать? Переходите на каналы девочек, на Миру, на Полину, там мы уже обсуждаем, то есть я обсуждаю плохие качества и хорошие качества Мирославы, либо Полины. У каждой на канале. Вот. Хорошо. Вот. Переходите по ссылочкам, я оставлю под видео, и смотрите о их плохих качествах. Ага. А то здесь вы, наверное, думаете, что я одна такая плохая, а я хорошая девочка. И что, и всё, и прощаемся. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok